Слово Се верно и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что упываем на Бога Живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй Се и учи, никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в Слове, в Житии, в Любви, в Духе, в Вере, в Чистоте. Доколе не прийду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем Тебе даровании, которое дано Тебе по пророчеству с возложением о рук священства. А всем заботься, всем пребывай, дабы успех Твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих Тебя. В сегодняшнем апостольском отрывке, адресованном святым апостолом Павлом, своему верному ученику и помощнику Тимофею, раскрываются некоторые черты одного из важнейших институтов, действующих в Церкви Христовой, института священства. Обращаясь к Тимофею, первоверховный апостол наставляет в его лице каждого, кто пожелает принять на себе благое иго священства, будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Преподобный Икумений Трикский поясняет, апостол призывает Тимофея быть живым примером, правилом хорошей жизни для верных. Во-первых, в слове, то есть говоря то, что должно говорить учителю. Во-вторых, в житии, то есть в обычной жизни, в обращении с другими. В-третьих, в любви, то есть своей всеоблемлющей любовью, призывать и других к любви. В-четвёртых, в духе, то есть духовным настроением или даром благодати Святого Духа. В-пятых, в вере, то есть являть непоколебимость в вере, чтобы никто из вручённых Ему Богом людей никогда не соблазнился выступить против Церкви. В-шестых, в чистоте, то есть непорочностью, девством и целомудрием. Положая свои пастырские наставления, святой апостол Павел пишет «Не ради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Этими словами апостол показывает, что благодать священства вовсе не заслуга того или иного человека, но исключительно дар Божий. Святитель Амбросий Менделландский отмечает, слова апостола о том, что дар священства даётся человеку, в данном случае Тимофею, по пророчеству, следует понимать в том смысле, что должно быть некое указание свыше относительно того, что избираемый священный сан достоин этого сана. И мы помним из жития самого святителя Амбросия, как он сам был избран на святительское служение чудесным образом. Детский голос выкрикнул его имя и указал, что именно он, в то время, ещё даже не принявший крещение, достоин возглавить церковь Медиалана. Читая сегодняшнее апостольское зачало, мы должны понять, сколь велико, трудно и ответственно священническое служение. Святитель Феофан Затворник говорит, пастрь должен быть во всех добродетелях как представитель Духовного Царства Христова и как образец для пастры, особенно же в тех добродетелях, которые всегда должны сопровождать истинную ревность и имеют почти непрестанные упражнения в его трудах. Это отеческая, внимательная и сострадательная попечительность, степенность, чистота, трезвость, осмотрительность, благодушие, мужество, сострадание, снисходительность, бескорыстие. В завершении сегодняшнего отрывка апостол Павел напоминает Тимофею «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Этими словами апостол показывает, что в отличие от простых людей личная жизнь священнического служителя влияет на дальнейшую участь не только его одного, но и тех людей, которые вручены его попечительству промыслом Божьим. Святитель Феофан Затворник, поясняя мысль первого Верховного апостола, пишет, «Люди непременно пойдут вслед за тобою, и как ты, действуя сказанным образом, верно достигнешь спасения, то и они вслед за тобою достигнут того же». И потом очень важно, чтобы священнослужитель никогда не забывал о самоконтроле. Насколько бы ни была возвышенной проповедь, в действительном убеждении слушатели силу имеют не одно только слово, но и жизнь самого проповедующего. На священнослужителей повсеместно устремлены внимательные глаза сотен прихожан. Есть среди них и такие, которые защиту собственной порочности ищут в недостойном поведении ближних, особенно занимающихся духовным попечением. Святитель Василий Великий замечает, надобно, чтобы священнослужитель, помня заповедь апостола, который говорит, «Будьте образцом для верных», представлял в жизни своей ясный пример всякой заповеди Господней так, чтобы поучаемым не оставлял никакого повода почитать заповедь Господню, невозможную для исполнения или удобно пренебрегаемой. Священнослужителю надобно так преуспеть в смиренном мудрии, чтобы, когда и молчит, в мере его служил уроком, поучающим сильнее всякого слова. Ибо если цель христианства подражание Христу в меру вочеловечения, насколько это сообразно со званием каждого, то те, кому верено путеводство многих, обязаны побуждать немощных идти вперёд уподобления Христу. Помню об этом, будем стараться всегда возносить свои молитвы за священнослужители Церкви Христовой, ведь именно посредством их служения мы имеем возможность участвовать в спасительных таинствах Господних и тем самым соединяться с Самим Христом, Которому слава и поклонение во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok